Здесь происходит выдрузка с мусоровоза непосредственно с Балакова, потом подрузка этим подрузчиком грузится вот в этот агрегат, он называется у нас разрыватель-пакет. То есть он производит распотрошение, так, как бы по-русски сказать, и, соответственно, ровными слоями пособу жертву на конвейер, который укладывается и идет дальше на продающий конвейер. Это у нас основной шкаф управления всей линией. То есть, соответственно, здесь все просматривается, если на каком-то этапе или фрагменте линии происходят какие-то моменты сбоя в этом, сразу высвечивается, автоматически все останавливается. Вот это вот основная кабина по сортировке бытовых отходов. То есть здесь порядка 10 постов, то есть здесь происходит отделение пластика, отбор пластика по номенклатуре, то есть он может быть твердым, как его низкого давления, высокого давления, бумага, картон, металл. Это вся продукция опускается вот сюда, выбрасывается, то есть они бросают в эти, она сюда ложится и потом бабкетом сдвигается сюда, то есть в зависимости по номенклатуре, которые готовы. И дальше идет по конвейеру на пресс, происходит прессование этой продукции и выход, прессование туда, вот и выводятся все вороны. Здесь будет чисто сортировочный комплекс, будет выбирать из мусора порядка 7 фракций, которые будут частично измельчаться, то есть дорабатываться и потом уже готовиться для продажи и продаваться уже непосредственно на переработку сырья в других регионах. То, что остается вот через дорогу, у нас полигон, который мы в прошлом году рекультивировали и привели, часть рекультивировали, часть реконструировали и привели в соответствии по всем нормам экологическим, туда будет отвозиться и захораниваться. Туда будут привязаны порядка пяти районов, это Пугачев, Красный Партизан, Перелюб, Авантеевка, Духомирск. Тарифы вообще не изменятся, потому что у нас такой инфраструктурный проект и тарифы как в Энгельсе, так и в Балаково, которые сейчас существуют, они все останутся прежними.